Короче, смысл в том, что у меня падал интернет на счёте 1-1. Они должны были начать третью карту играть, это финал моего турнира, Зерк ТВ. И так как финал должен быть БО-5, Култи нужно уходить, а завтра я весь день буду оффлайн, потому что у меня встреча со зрителями. Мы решили провести сейчас БО-3, гранд-финал. И как бы всё, смотрим. Смотрим финал. Стоило только договориться. Разрулили очень быстро. Но, скорее всего, Култи сейчас будет делать что-то, может быть, весьма неординарное, что-то очень быстрое, потому что он очень торопится. Говорят, у меня проблемы с трансляцией на мобильном качестве уже 2 дня. Я, конечно, удивлюсь, но зачем смотреть мобильное качество на ГГ? Там же вообще одно мыло и пиксели, там же нет графона в принципе. Призовой фонд турнира на текущий момент составляет 14300 рублей. 7000 за первое место, 4300 за второе и 3000 рублей уже вышло БЛАЮ. Спасибо большое огромное всем, кто принял участие в увеличении призового фонда. Всем, кто сегодня на стрим подписался, всем, кто сегодня задонатил, всем, кто сегодня смотрел стрим, всем, кто сегодня поддерживал, болел за игроков. Ну, хорошо, что интернет возобновился вовремя, иначе была бы вообще жесть. Кстати, Стрэндж пытается эту игру закончить с поджимом с одного гейта. Возможно, это будет та же самая тема с одной газилкой и сначала с давлением зилотов. Но это не два быстрых гейта же вроде, правильно? Он же достраивает рабов, и получается у него гейты выходят очень поздно. Причем бусты он не тратит, а экономит. Да, это с газилкой будет тема, как он уже делал. Чатика не видно на экране. У меня программулька вылетела с чатика, поэтому давайте, наверное, я сделаю вот так вот. Пока что ограничимся. Ограничимся в выборе ставки. Вроде все нормально с экраном. Нормально все с экраном? Да, нормально с экраном. Ну, бывают такие совпадения, когда интернет падает в самый-самый неподходящий момент. На шелон, конечно, время падать. Ладно. Конские. Одна карта осталась, последняя. Да, абсолютное зеркало. Каути защищается, делает дефенсного зилота, делает разведку, видит, что нету застройки. Причем, кстати, он не проверяет вот эту область, вот эту. Он сразу понимает, что это прокси. А если вот здесь строится гейт? Или как он определил вообще? По количеству бустов в Нексусе? А вдруг это 4 ВГП? Я, например, вот гейты ставлю либо слева, либо справа. По желанию, как правило. И тут пробка с зилотом. Главное, чтобы пробка нанесла хотя бы один первый удар. Даже не первый удар, она должна несколько раз ударить. Удара 3, по-моему, должна пробка сделать, чтобы заменить удар зилка. Да. Да, все правильно. 3 удара ровно. Какой эпичный трек еще под конец. Да-да-да. Но там сталкеры уже сейчас идут под бустами. Ну, Култи, пока молодец. У него пробка на мейне. Самое главное, что зилот уже погиб. Это очень важный элемент. Минхронные бусты сталкеров. В этот раз они заказаны абсолютно одновременно. Так что сейчас каким-то образом Култи придется дотерпеть. До своего второго гита. Иначе я не представляю, как он будет вообще отбиваться. Зилот сталкер против двух сталкеров. При правильном контроле выигрывают всегда два сталкера. Потому что на хит эндране, на подшаге, по вражескому сталкеру, ты всегда будешь в плюсе. Он пытается убить пилон, но это очень плохая затея. Слишком много урона выходит. Непонятно куда. И сейчас дисбалансное количество юнитов. До тех пор, пока третий сталкер не пришел. Один выстрел даже по сталкеру Коцаному. Очень решает. Еще и зилот в этом помогает. И вот тут уже без вывода пробок не обойтись. Опасно. Самое главное, не заходить глубже. Ну вот Стрэнджу было бы неплохо иметь прокси пилон на возвышенности. Чуть по киту пострелял. По кибернетке пострелял. В итоге ни туда, ни туда не пострелял. Вообще, наверное, имел смысл дальше кит эндранить. Заказываются масс сталкеры. Это очень требовательный к микробилдордер, который сейчас решит судьбу. Четырех или семи тысяч рублей. Ай-яй-яй, ошибается немного Стрэндж. Совсем чуть-чуть ошибается. Но пробки-то катаются. Экономика в подвешенном состоянии у Коути. Хотя получают сейчас они абсолютно очень близкое количество минералов друг к другу. Да и потом. Вот это микро. Четыре сталкера на четыре. Ну вы видите общую ситуацию. Самое главное для Коутини заказывать зиод. Продолжать тратить бусты. Стоять на позиции. Самое главное, что у него есть на этой карте, именно в этом финале. Это застройка на рампе, которая очень сильно Стрэнджу мешает. Вы не представляете, как сильно, ну если, допустим, вы не протас, как сильно эта застройка решает в этом сражении. Но если не представляете или представляете, то все равно хорошо. В общем, подниматься наверх неудобно. Чуть что, противник делает шаг назад. Твои сталкеры начинают здесь кучковаться. И ты, получается, широким фронтом сталкеров выстреливаешь в того, кто выходит вперед. И можно легко так фокусить финитов. У Стрэнджа потихоньку все шансов меньше и меньше. Так, ну что. Шесть на шесть. Обычно в такой ситуации выиграют всегда тот куст сверху. Просто всегда. Возменяться в минус тут крайне сложно. Хотя вот каким-то чудом... Каким-то чудом Кути это сделал. Ну, наверное, это дело просто в тайминге выхода юнитов. Ой, по-моему, должны пойти пробки в бой. Зиот за спину. Не, не пропокусил сталкера, он не по сталкеру стрелял. Пробки должны пойти в бой. У тебя же хорошая экономика, Кути. Выведи немножко рабочих, но раньше нужно было это сделать немного. Совсем чуть-чуть. Совсем немного пораньше. Минус сталкер, минус второй, минус третий. И что происходит в итоге? Один сталкер с одним зелком. Боже, какая выхканалия. Слушайте, по-моему, это надолго. Это мне напомнило те самые эпичные времена, когда Протасы играли с одной базой против одной. В далеком воле. 3 ВГП на 4 ВГП. Правда, здесь 2 прокси-гейта на 2 гейта. Ей это ломается. Слушайте, этот пион, по-моему, не хочет умирать. Кути уже новый гид и в заказе. Правда, в арбитов там до сих пор нету. Микрит, парень, отчаянно. Микрит. Как может, микрит. Попытка забрать зелка. Неудачно! И сталкер их убегает. 6. Посмотрите, на каких красных ХП юниты уходят. 3, 1, 17. Самое главное тут количество юнитов. По-моему, Кути зря спустился с рампой. Нужно было продолжать держать позицию. И вот за счет этого он, кстати, потерял сейчас одного юнита. Да. Опасно. Смысла в этом пилоне немного, хотя придется восстанавливать сейчас его. Кути-то ни одного пилона не терял. Он потерял 4 пробки. Блин, напряжение просто растет и растет. Какие же все непутные игры, это просто не описать. Что, дожал пилон? Дожал. Сейчас выходят новые сталкеры с новой гейтов. И вот в этот момент у Кути внезапно встанет очень много юнитов. Очень много юнитов. Помимо того, как ты отступаешь сталкерами, нужно еще умудряться фокусить вражески. Блин, я уже запутался, где какой цвет, какой где юнит. Стрэндж просто не сдается. Хочет... Хотят ребята деньги. Хотят. Ну, конечно, столько времени, столько пота. Такой длинный турнир. Который прошел, в общем-то, без единой задержки. Должен как-то оплачиваться. Да, соплейблок был явно не вовремя. Два пилона на мейне. Плюс три юнита. Плюс шесть юнитов у Кути внезапно стало. Из-за того, что достроились его гиты. Мне кажется, двумя сталкерами здесь уже не затащить. Экономика дала о себе знать. Кути был просто на волоске. Ну, у того, кто принимает, у него всегда преимущество. Во-первых, он может рабочими немножко потанковать урон. И конвертировать потерянных и уже окупившихся пробок на боевой лимит. Тот же самый. Сейчас сделают и немного мешают из-за своей медленной скорости пройти сталкером. Поэтому догнать... Ну, в принципе, сталкер сталкера догнать не может. Ибо скорость одинаковая. Филин, так получилось. Так надо. Это, к сожалению, мы не изменим. Свои гиты в заказе. Кора у Стрэнджа очень поздно. Она не успеет набрать энергии на фотонаверчарж. Поэтому сдержать кути сейчас будет крайне невозможно. Проксипион уже на мейне. Варп гиты уже почти готовы. А тут варп только заказан. Ну, и гиты при этом находятся на другом конце карты. Даже не знаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Но определенно точно мы увидим... Вот сейчас попытка фокуса Коры, но сталкеры не стали дальше за ней идти. Она уже почти улетела в мертвую зону. Сталкеры зажимаются пробками. Кстати, пробки единственный... Это не единственный юнит, а сталкеры единственный юнит, которого пробки могут более-менее нормально убивать. И мы поздравляем всем гудгеймам, чатикам и моим стримам Коути с победой. Он зарабатывает 7000 рублей. А я всем вам дружно говорю огромнейшее спасибо. Но стрим сейчас не заканчивается. Сейчас будет... Кое-что. Тут вижу, надонатили на призовой фонд. Довольно много народу. Алексей, Локи, неизвестный товарищ. Эдди, Сай, Макьюи, Холидер, ДВП, Ирфи, Ирмак, Конски, Яндек, Денгор, Майкер, Мамучелла, Ионист, Я и Хэмл. Спасибо всем большое за участие. Это был очень классный турнир, запись которого появится на моем ютуб-канале, который написан на экране. В моей группе ВКонтакте, которая написана на экране. И, конечно же, на Гудгейме, в разделе видео, чуть-чуть ниже чатика. Вот сюда обычное видео, все самые интересные, как правило, выкладываю после каждого турнира. GSL, WCS, Dreamhack и так далее, так далее, так далее. Здесь же уже сегодня ночью, завтра утром появится стрим этого турнира. Я готов выслушать ваши предложения, вашу критику, ваши пожелания, ваше мнение об этом турнире прямо сейчас. Фух, это было классно. Сай, я тебе скину потом. Для ставок имеет значение, что ты имеешь, меняешь правила на ходу? Ну, как бы ситуация такая, форс-мажорная. Точнее, безысходная, это нормально. Кондор, спасибо большое. Слушай, ты прям все ближе и ближе меня сделал к заветной мечте. Спасибо за 2000 рублей, спасибо за стрим турнира, спасибо за просмотр этого турнира. Не БО-5, потому что к УТ нужно уходить, а завтра весь день меня не будет. И игроки, я договорился с ними, что это будет БО-3. Иначе пришлось бы переносить на понедельник. А вы сами знаете, что уже бы никто в понедельник этого бы не смотрел, и настроение было бы не то. Нет, ставки от этого, конечно же, не изменятся, естественно. Напомню, что ставочки можно делать на сайте cybet.com. Ссылка есть в чате на это дело. И не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, записываться на уроки поиска 2, для тех, кто бережет свое время. Это у меня, по-моему, писился браузер. По-моему, он мне вообще завис. Фух. Будут турниры еще, будут турниры с ограничением по лигам, как я и говорил. Будут турниры с призовым фондом, может быть, без фонда. Но так как теперь есть возможность донатить на призовые фонды, я думаю, что кто-нибудь понемножку потихоньку будет поддерживать турнир по-любому. Турнир для учеников мы летом обязательно проведем. Турнир для премиум подписчиков моего стрима, только моего стрима проведем. Правило есть правило. Хорошо, Квазар, мы из-за того, что ты считаешь, что правило есть правило, переносим финал на понедельник, на вечер. Ты согласен? Тебе будет проще. Игроков это устроит, устраивает. Игроки часто в финале, когда уже слишком поздно, или когда кому-то надо срочно уходить, если никого это сильно не задевает, то игроки тоже вправе решать. Мы как бы делаем турниры для людей. Вот всегда найдется человек, которому что-то не понравится. Подумаешь, ты увидишь на одну игру в полу поменьше. Ну, ничего же страшного, я надеюсь. Давай еще такие турниры. Будем стараться. Спасибо большое судьям, Сигу, Мучелла. Мучелла, вообще огромный респект. Чудили, который не пришел на судейство. Айлэйн, Катя. Завтра у нас встреча с подписчиками в Москве. Вы можете на нее прийти, я напомню. Для этого нужно написать мне в скайпе, чтобы я вас добавил в конференцию. Специально. Кидаю ссылку на это мероприятие в чатике. Приходите, будет весело. Фух. Граф, я тебя умоляю о чем-то. Они отлетят в первом раунде. Толку от них. Турнир бронза-серебро, победители бесплатный урок. Будут такие турниры? Вот бывает за третье место будет. Я только что сказал, да. Все будет. Вообще, я бы Стрэнджу позвонил. Но боюсь, что он уже, наверное, свалил из... Паталнета. Да, они все уже разбежались. Но все равно, спасибо им за участие. Все записи останавливаю и выкладываю ее на YouTube. Эх, было классно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.